Привет, дорогая, меня зовут Даша, и сегодня я буду рассказывать о том, как я ухаживаю за своим лицом. Вообще, я не считаю себя бьюти-блогером, для этого мне не хватает... Ну, я себя не считаю бьюти-блогером. Но девушка с ником Брусииды, я не уверена, что правильно произношу, попросила меня рассказать о моем уходе за лицом, и я это сделаю, почему бы и нет. Но я его не считаю, сразу предупреждаю единственно верным или правильным самим по себе, просто так получилось. Да, у меня жирный тип кожи, комбинированный, да, и вот, собственно, думаю, именно с этих слов должен начинать человек, да, он рассказывает о своем уходе за лицом, потому что разный тип кожи, разный уход за ним, соответственно. Два раза в неделю я себя заставляю делать скраб и маски, заставляю, потому что я ненавижу это делать. Для скраба, роли скраба я не нашла пока ничего лучшего, чем скраб из змеиной кожи Тиандэ, китайский производитель. Ну, маски-то с моим типом кожи лучше всего глиняные или маски-пленки, но вот у меня под рукой нет, но я еще вот использую фрошенские трехминутки вот такого плана, как бы, ну, все, все мы неизвестны, тоже хорошие масочки. Да, что касается ежедневного ухода, то, разумеется, мое утро начинается с умывания, но у меня на утро и на вечер разные умывалки, потому что вечером мне нужна более сильная умывалка, чтобы смыть макияж с лица, а утром просто, чтобы почиститься, да. Обычно я использую мыло собственной варки, оно обычно выглядит как-то так, но оно уже смылось, когда-то это был ангелочек, да, сейчас этого уже не видно. Но сейчас мне подарили на 8 марта умывалку, тоже Тиандэевскую, вот это только что скраб показывала, это эфирно, вот такую штуку. Вот, так что я пока пользуюсь ею, и как только прикончу, вернусь к мылам. Мыла ручного варения очень хорошо питают кожу, очень хорошо очищают, вот у них такой еще эффект, что после него даже кремом нет вот этого ощущения сухости лица, даже кремом не хочется мазаться. Да, особенно если ты сама его сварила, собственно, после мывания я начинаю кожу очищать. Вообще так случилось, что у меня два лосьона для очистки, это гарниерский тоник и ифрашевский лосьон, два в одном матирующем. Как получилось, что я использую оба, так и нужно что-то одно использовать. Дело в том, что когда мне пришел ифрашевский, он мне так понравился, что я уже не захотела пользоваться одним гарниером, и чтобы гарниер не пропадал, я стала пользоваться обеими. Кстати, результат хороший, да. Ну, конечно, он когда закончится, я прекращу эту традицию с удовольствием. Он гарниерский вообще такой термоядерный, я бы сказала. А ифрашевский как бы все это делает мягко, культурненько. Значит, после того, как я почистилась этими всякими лосьонами, я наношу крем. Сейчас это у меня крем 100 лисертов красоты. Кстати, очень люблю я эту фирму. Она бюджетная такая, у него всегда приятный запах, приятный эффект, хороший эффект. Да, и хорошая фирма, да. Собственно, между этими всеми процедурами, умываниями, между тониками, между тоником и кремом, я даю своей коже впитать все эти средства, ну, хотя бы там минутку, да. И в эту минутку делаю что-то другое, допустим, на глаза наношу крем, да, и там расчесываюсь, там руки кремом увлажняю. Ну, в общем, понятна моя мысль. Вот, собственно, это вот мой утренний уход за лицом. Вечером-вечером я использую сначала смывку макияжа отдельно. Вот такую. Я знаю, что это мывалка, но в роли смывки для макияжа, то есть на ладный диск взяла, по лицу прошла, все, мне нравится больше, да. Затем я иду смывать, делать общую смывку лица, я это делаю, вот такая штука, штука на самом деле просто отличная. Единственное, что меня в ней смущает, что она для обезвоженной кожи, а у меня другая грань этого, ну, обезвоженная, жирная, ну, разные вещи. Вот, на самом деле, штука очень отличная, макияж смывают просто за раз, не надо очень долго плескать на лицо этим средством или водой, там, смывается тоже очень легко. Есть такие средства моющие, ой, моющие, да, я посуда, умывающие, которые, там, столько пены, столько пены, потом полчаса с себя все это смываешь. Да, после этого, собственно, ночной крем, ночной крем, это очень важно. То есть, чем лучше у тебя ночной крем, тем лучше твоя кожа. Даже вот в каком-то шоу, посвященном красоте, ведущий в сторону участницы сказал такую вещь, у участницы была очень хорошая кожа, он у нее спросил, детка, каким ночным кремом ты пользуешься, я куплю себе такой же. То есть, все, ночной крем, это ли кожа на наше все. У меня вот, мне ему не нравится, вот такой вот Алифлейм, пахнет вкусно, это единственное его достоинство. Как только я его прикончу, осталось немножко, я извиняюсь, что я такой русский показываю. Как только он закончится, я куплю другой какой, не знаю, с удовольствием я прочитаю какие-либо рекомендации на эту тему, потому что в этом смысле я в поисках. Собственно, это все, я еще хотела бы сказать вдогонку всему вышесказанному, что я человек очень ленивым, и в плане ночного ухода за кожей я еще ленив в вечер, в каком-либо еще плане, потому что так лень идти там что-то на лицо, мазать. А, я забыла, вечером тоже лысил на лицо, но уже гарнировский я не использую вечером, он все-таки какой-то такой бодрящий, а вот только и фашерский. Тоже даю между слоями время кожи. Да, а, и я забыла, я два раза в неделю после ванны использую на лицо в том числе, но вообще у вас, ну, конечно, зона декольте там и локти руки. Видеоблогер Рен Влади, очень вам советую эту девочку, у тебя советую эту девочку, очень позитивная, очень все полезно, рассказывает вещи, а не то, что я пустая, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, как мне сказали, красавис на видеокамеру. Очень классно, да, на себе проверила масло пшеницы, вот берется ладошка, берется масло пшеницы, арома, наливается, туда бухается, еще что-нибудь там. Ну, я, например, несколько капель, буквально 2-3 капли персикового, виноградной косточки и ланг-ланг, обожаю ланг-ланг. Перемешиваю прямо души пальчиком, вот так вот, тын-дын-дын-дын, и размазываю все это, остаточки на лицо, чудесненько. Я не знаю, как часто делают это Ирэну Глади, она в своем видео об этом не сказала, но я это делаю только после ванны. Ванна у меня 2 раза в неделю. Вот, так что, на этом, наверное, все. Надеюсь, самое важное, между тем, как накремазаться, как я называю, на ночь, и, собственно, тем, как пойти спать, должно пройти 3-4 часа. То есть, я вообще, как только прихожу с работы или еще откуда-то, со свет, или, как это сказать, с раута какого-то, я сразу иду к ванной, сразу смываю косметику, сразу кремажусь. То есть, у меня в любом случае походит, ну, как раз, думаю, часа 4 до моего отхода ко сну, потому что по будням я ложусь рано, это я сова. И, да, потому что, если накремазаться сразу перед сном, проснешься, отекшая, и это будет некрасиво. Да, поэтому, ну, должно пройти много времени, там, хотя бы 2 часа, ну, час, между вечерним мационом и сном. Да, будь красивой. Чао, Белла.